Греется там на солнышке, на тёпленьком месте. Привет! Доброе утречко, ребят. Сегодня, слава богу, хоть солнышко вышло. Сегодня прям все радуются, что солнышко появилось. А вчера вообще такая гроза была. Громыхала, молния сверкала, град был. Мы немножечко пропали, к нам тут родственники приехали. Лео с Чили. Вот поэтому мы с ними были. Сегодня первый раз за всю неделю вышло солнышко. Вот этот кустик в прошлом году, он, по-моему, уже в начале апреля у нас зацвел. А сейчас уже конец апреля, начало мая. А он только вот бутончики пускает. Так что скоро будет красота. Закрыли меня на улице. Выспалась? Будем мы сейчас завтракать. Я вчера испекла пирожок. Очень вкусный получается бисквит, сам тесто. Вот такое вот пышное, не сухое. И очень подойдет даже для простого тортика. Я положила сверху грушу. Именно сверху. Не перемешала с тестом, потому что дети не едят. Они так сверху могут убрать и съесть только само тесто, сам пирог. И заваривается молоко. Знаете, такое заварное тесто получается. Очень вкусно поднимается. Смотрите, как его можно разделить на три части и сделать тортик. Папа уехал, да? Папа да. В спортзал. Рано утром папа сегодня уехал. Восемь часов утра. Это же, по-моему, раньше. Нужно чистую посуду. Вытащить машину, ты поможешь? Ню-ху-ху-ху! Сюда. Ножи я сама уберу. Чтобы ты не поранилась. Все остальное открывай и берем. А это? Кстати, ребята, помните, у нас был спор с Артемом. Кто еще не знает, кто такой Артем, это блогер, он снимает влоги на своем канале. Кто еще не знает, я сейчас быстренько, кратко объясню с ним, мы поспорили, что он наберет за месяц 10 тысяч подписчиков, я сказала, что он наберет, он сказал, что нет. Кто проиграет, тот отправляет посылку. 10 тысяч он за месяц не набрал, набрал, по-моему, 7, около 8 тысяч он набрал за месяц. В итоге мы проиграли и отправили ему посылку. Посылка к нему дошла, он, конечно же, не знает, что там внутри, блог у него на канале уже вышел, ссылочку я оставлю в описании, переходите, посмотрите. В общем, посылочка получилась небольшая, но то, что мы ему отправили, мне кажется, ему очень даже пригодится. Что-то там ему и швейцарское отправили. Такой вот я хотела швейцарский шоколад ему отправить, типа вот такого, мой самый любимый тавлерон. Вот здесь еще есть, вот такая вот шоколадка есть, швейцарская, вот это тоже швейцарская, это тоже, вот тоже швейцарский, смотри, с перчиком шоколад, чили. Кайлер, тоже хороший, очень вкусный. Слава такую вот коробку, в общем, сейчас буду примерять. Если нет, то придется искать другую. Я надеюсь, ему очень понравится. Переходите по ссылочке, посмотрите, что же он получил от нас. Ну, напишите ему в комментариях, как вам посылочка. Вот, вот эту зайку мне заказывали три раза, только две зайки были в желтом платье и одну зайку попросили в розовом платье. Вот мой инстаграм, если кто-то еще не подписан. Вот так это называется. Ани Гуруми, 684 подписчика. Вот он, мой медведь. Пока так. Лапку не пришила еще, ушки не пришила. Вот такая нижняя. Видите, он как бы большой, да, получается? Будет лежать, теперь ждать, пока приедет. Пока приедут ниточки, потом буду продолжать и взять. И я знала, что ко мне сегодня что-то приехало. Спасибо большое. Приехали ниточки. А это что? Это открывай. Это нитки. Это я заказываю в Германии. Вот это вот магазин, интернет-магазин. Да, можно. Если что-то. Да, можно. Я не все, конечно, с Германии заказываю, но некоторые вещи мне дешевле заказать вот в этом магазине, чем... И еще! Ага, мне кажется, я знаю, что это такое. Осторожно только открывай. Да. Некоторые ниточки, некоторые, допустим, наполнитель мне дешевле купить в Германии, чем в Китае. Получается, почему-то дешевле. Чтобы упаковывать красивые игрушки, когда у меня заказывают. Это разные? Это только... У меня есть крючки, они наполовину... Ну, сам крючок металлический, а ручка пластмассовая. И они у меня ломаются, потому что иногда приходится прям с силой вязать, смотря какая пряжа. А я купила такие вот полностью металлические. Ух ты! У меня больше этот металлический. 10-12. 12 крючков. Это запечатывать коробку и сверху наклеивать вот такую вот наклейку. Have a nice day. С таким вот цветочком. И написано спасибо. Я пришлю. Это 100% хлопок я заказала. Попробую, там была скидка 50%. Я купила. Такие. Такой коричневый. И темно-коричневый. Это для мишек, либо для зайчика? Забухи. Здесь 500, здесь 500. В общем, полтора килограмма. Полтора килограмма не так же. Я буду с этим вязать. Вязать. Я уже не знаю, куда складывать. Вот это мне вчера пришло. Я пробую. Вот это приехало с Китая. Я хочу посмотреть, что лучше по качеству. Но это тоже 100% хлопок. Хорошие качества. Вот. Посмотреть, какой будет лучше. Что мне больше понравится. Так. Ну что? Мы будем садиться завтракать. Яичница, пирожок, хлебушек, маслица. И там еще колбаска с сыром. Что вам за стол есть? И там холодно. Девчонки с лего домик собирают. Окна тоже будут? Да. Окна? Нет? Да. Без окон, без дверей? Вот дверь есть. Заходи. А, дверь есть. Понятно. Я себе вяжу. Вдумываю что-то свое. Сейчас вот вяжу тело. Тело зайчика вяжу. Будет в желтом платьюшке. Не знаю, что получится. В общем, хочу что-то свое придумать. Не рукой. Вот такой зайка. Мама, вот один очень милый живот. Вот такой вот зайка получается. С ушками ушки тоже сама придумала. Теперь делаем тело. Я еще помню. Ну что? Все. Закончилось телом. Вот так вот я примеряю его. Протыкаю спицами. И смотрю. Хорошо или нехорошо. Вроде получилось неплохо. Ну все. Теперь нужно придумать лапки. Четыре штучки. Немножко покажу процесс. Я отправляю посылочку. Вот. Эта русалочка сегодня уедет. Положила я вот такие вот хлопья. Не знаю, как они называются. Чтобы немножко было заполнить пространство пустое. И все. Лембочку буду завязывать. И еще буду поднять вот такую вот штучку. Такой вот флажок. Вот такую наклейку на коробку. Тоже благодарность за покупку. И хорошего дня. Мою заказать наклеечки. Специальные со своим логотипом. И заклеивать. В общем, чтобы на коробочку приклеивать. Логотипа у меня еще нет. Поэтому нужно придумать. Вот так вот. Открываем. И завязываем ленточкой. Так, все на бантик. Опа. Все. Теперь сейчас я сюда. Здесь есть такая дырочка. Проденем через ленточку. Подрежу немножко хвостик. Вот так вот выглядит внутри. Закрываем. Заклеиваем скотчем. И приклеим наклейку вот эту. Все. Ну так. Сюда наклейка пойдет с адресом. В общем, вот так вот. Сегодня отправлю. Так, в общем, мы сегодня решили поменять наши планы. Едем в горы. Сейчас заберем Лео сестру. Которая прилетела к нам. И поедем в одно место красивое. Мы там еще не были. Старшие ехать не захотели. Им нужно... Они сказали, что им нужно делать уроки. Завтра в школу. У тебя тоже уроки, кстати? Много уроков? Нет? Один? Видишь, нужно заранее уроки делать, чтобы потом не было такого. Ну, в общем, мы приедем вечером. Погуляем, посмотрим. Там ущелье, скалы, горы. Все, мы прошли, уже билетик купили. И сейчас там, тут карта есть. Вот тут мы пойдем, видишь? Весь путь. Теперь мы вот так вот будем идти. Ну, ничего себе. Холодно. Холодно? Видишь, ветерок дует. Так, мы уже, видите, проходим мимо скалы. Водичка какая красивая. А все, мы сейчас пойдем внутрь, смотри. Не страшно? Не страшно. Смотри, какая водичка. О-о-о. Ой. Ну, вот обитали. Хи-хи-хи. Ты сама себя фотографируешь? Пошли. Опять заходим внутрь. Тут капает сверху. И это не дождь, это просто капает со скалы. Нет, мама, это дождь. Нет, это со скалы капает. Там водопад. Там водопад. Это не дождь. А мы тебя посмотрим. Капает сверху. Т园! Капает сверху. Субтитры сделал DimaTorzok. Очень узкий проход. Долгий пуст, но мы, скорее всего, до конца не дойдем. Нам придется вернуться, потому что это очень далеко. Дети уже устали. Все, оказывается, дальше дороги нет, дверь закрыта. Дальше мы не пройдем, идем обратно. Субтитры сделал DimaTorzok